По всему Татарстану завыли сирены. В субботу проверили работу систем оповещения в чрезвычайных ситуациях. На телевидение и радио вышли специальные сообщения. Как население отреагировало на сигнал тревоги? Об этом Дарья Бакунина. Внимание! Проводится проверка системы централизованного оповещения Бранданской обороны Республики Татарстан. Такое сообщение звучало по всей республике. Текст сопровождала сирена. В Казани в течение часа по городу курсировали пожарные машины. Параллельно в городах сработали более 300 сирен. В набережных Челнах включились оповещатели на крышах домов. Учебную тревогу подняли одним нажатием экстренной кнопки. В Казани журналисты взяли под прицелы видеокамер водозабор оргсинтеза. При сбое честных сооружений и выбросе в атмосферу хлора здесь нужно в краткие сроки успеть предупредить около 9 тысяч человек. Радиус сигнала местного громкоговорителя более 2,5 километров. Они никому не сообщают. Никому. Люди у нас тут потонули в своих постелях. Глобальную проверку пришлось провести после трагедии в Крымске. Не было ни СМС, ни сирены, никаких предупреждений. Позже МЧС России сделала вывод. Система не сработала в должной мере. А 40% субъектов федерации вообще не готовы к подобным ситуациям. Для проведения этой проверки будут задействованы все имеющиеся технические средства, средства массовой информации. Жители об учебной тревоге предупредили за неделю. Накануне спасатели провели и пресс-конференцию. Признались сразу, такой глобальной проверки системы оповещения не было давно. Главной проблемой стало электричество. От него питается вся техника. Единственное, что функционирует при любых условиях, это радио. На сегодняшний день пока вопрос, он может быть до конца не проработан, но вопрос решается по включению. Есть такая возможность оповещения через домофон. В этот раз мы не будем задействовать, потому что вопрос пока у нас еще не решен, не проработан. Существует организация, которая готова поставить туда чипы. Просто звоните, предупреждаю. На радио и ТВ тоже вышли в эфир предупредительные сообщения. Они прошли только на телеканале России и радио ГТРК «Татарстан». В будущем подключатся и другие станции. Ежедневную передачу прервал звук сирены и сообщения об учениях на двух языках. Современные цифровые технологии позволяют при тревоге автоматически включать телевизоры нового поколения. Атрибуты города также на один день превратились в элементы системы оповещения. Электронное табло в метро и около торговых центров транслировали сообщения. Стревожилось, стревожилось. А как знали вообще? Я знала, что сегодня в 10 из 10 до 12 будет тревога. Не испугался я, просто думал, где-то что-то случилось. Первое время испугались, а потом уж думали, что ущербно только. Я был дома, смотрел телевизор, но слышно было хорошо. Реакцию населения, готовность к чрезвычайной ситуации, слабые стороны вопроса и техники обсудят на ближайшем заседании межведомственной рабочей группы. Мы ожидаем оценку действий, анализ действий. То, что произошло в 10 часов на территории всей республики Татарстан. Какие силы были задействованы, какой примерный хотя бы охват населения этой системы оповещения. После того, как получим сообщение из всех муниципальных районов, проведем тщательный анализ, подготовим, естественно, акт, справку в правительстве республики Татарстан и предложение по совершенствованию системы оповещения по дальнейшему развитию. Слабым пунктом при возникновении чрезвычайной ситуации пока остается вопрос о защитных сооружениях. Десятая часть из них на сегодняшний день не готова. Что же касается сирен и громкоговорителей, то в республике пока функционируют мегафоны, установленные 30 лет назад. В комплектации новых домов их нет. Дарья Бакуина, Тимур Гатаулин, Илья Савельев, Вести, Татарстан.